Здравствуйте, в этом видео будет содержание 9, 10, 11, 12 серии сериала Паромщи ЦА. Приятного просмотра. Неожиданные действия Аллы приводят к тому, что Надю вновь увозят в полицию. Алла утверждает, что Надя из зависти хотела ее убить. Костя не понимает, как это могло произойти. Он только поверил, что его мама не убийца, как ее обвиняют в новом покушении. Надю вскоре отпускают домой, но участковый говорит, что теперь ей грозит суд и новый срок. А вопрос, кто стрелял в паромщика по-прежнему остается без ответа. Надя подходит к школе, в которой учится Костяк, но он не имеет желания ее внимательно слушать. Соня подслушивает на улице разговор Егора и милиционера Сергей. Егор просит не давать в ход дело Наде. Соня просит Аллу добиться того, чтобы Надю отправили обратно в тюрьму. В ответ Алла дает ей совет, как оставить себе Егора. Макс знакомится с Жанной и выводит ее на откровенный разговор. Он узнает, что Жанна действительно подделала результаты экспертизы ради больной дочери. Алла платила за услуги и запугивала ее. Тем временем Лева и Алла собираются в свадебное путешествие. Костя желает поехать в лагерь. Лев просит Машу попросить Андрея, брата Маши. Взамен Маша целует Лева. Приехавшая в гости мама Соня понимает, что дочь врет по поводу беременности. Этот разговор слышит Егор. Разозлившись, он назначает встречу Наде и делает ей предложение. Надя отказывается. Максим пытается отговорить инвесторов строить мост на месте паромной переправы, ведь для заповедника это может обернуться настоящей катастрофой. Костя едет в лагерь. Там он знакомится с Пашей. Костя вместе со своим другом Пашкой сбегает ночью из лагеря ради посвящения в индейцы. Оказалось это был развод ребят постарше. Из-за испуга, Костя и Паша убегают вглубь леса. Узнав, что Костя сбежал из лагеря, все устремляются на его поиски. Из-за этого Надя пропускает заседание комиссии по УДА, Лёва и Алла не едут на юг, а Макс прерывает важное совещание. В это время Егор находится в больнице рядом с Соней. Она из-за ревности наелась таблетками. Он узнает, что Соня на самом деле беременна, а также то, что перед тем, как отравиться. Она оставила записку, в которой во всем подвиняет Надю. При поиске, Лев попадает в капкан, Алла в болото, но Надя успела ее найти. Надя и Аллу нашли мальчиков.